Сейчас постараюсь оперативно представить все эти классные цифры. Сергей сказал, какой у нас замечательный инструмент, и все эти инструменты используются в том, о котором хочется очень рассказать. Здравствуйте еще раз все. Меня зовут Воронова Ирина, я партнер компании Global Interactive. Я занимаюсь внедрением программы UDS в составе профессиональной команды RWS Business. Живу в Краснодарском крае. На экране есть мои контактные данные. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Инстаграм. Мы будем с вами дружить. У меня на сегодняшний день есть опыт введения программы в медицинские центры, в розничных программе, в обычном профиле. Сегодняшний центр показывает, какие вещи происходят в бизнесе и используемые наши инструменты в УДС. Медицинский центр в УДС работают в городе Ачинске, Красноярского края, с 2009 года. А по имени программы с медицинского центра является то, что центр расположен в небольшом городе численностью всего порядка 100 тысяч жителей. И при этом в городе в непосредственном расположении поблизости действует еще пять медицинских центров аналогичного профиля. Руководство компании осуществляет собственник бизнеса, Маленкова Ирина. Ирина считает своим призванием медицину и помощь людям, она занимается этим уже более 30 лет. Она получила образование в Академии по организации здравоохранения, но, как и многие предприниматели, помимо организации и управленческой деятельности, она занимается сама и кадровой работой, выполняет работу специалиста СММ, медстатиста и иногда даже заменяет администратора на посту. И поэтому у нее был запрос на автоматизацию части такой работы, потому что это занимает все огромный объем времени. При знакомстве с владельцем бизнеса были выявлены основные болевые точки, и главное из них – это отсутствие контроля за качеством работы и обслуживания персонала, так как именно это влияет, должно влиять на материальное стимулирование работника в любом бизнесе, чтобы эффективно отражалось на дальнейшей работе. Также на рекламу в бизнесе, а в основном это была реклама на радио, расходовался огромный бюджет в среднем для такого медицинского центра, 96 тысяч примерно ежегодно, при этом не было понимания, работает ли такая рекламная компания, приводит ли она клиентов в медицинский бизнес. Вот положительная репутация, которая сложилась у медицинского центра за 11 лет работы, повлияла на то, что пациентами клиники стали не только горожане, но и жители Ачинского района. Высокая конкуренция среди медицинских центров вынуждала искать способы влияния на увеличение клиентского потока. При этом достаточно низкий уровень цен, который сложился в клинике, не позволял использовать скидочные акции. Для сохранения кадрового состава, высокопрофессиональных специалистов, врачей и медицинского персонала среднего уровня, предоставляющих наиболее востребованные услуги, необходимо было найти решение, позволяющее увеличивать прибыль компании. Комплексное решение в виде программы UDS полностью отвечало запросам собственника. Перед началом внедрения на установочной сессии были поставлены функциональные задачи, которые должны были не только значительно сократить издержки в бизнесе, но и в целом укрепить положение клиники на рынке медицинских услуг в данном регионе. Итак, необходимо было оцифровать клиентскую базу, благодаря этому определить портрет своего целевого клиента, наладить постоянный двусторонний контакт коммуникации с клиентами, чтобы иметь возможность собирать качественную обратную связь на уровне прямого контакта с руководителем, не ноя персонал, который непосредственно участвует в производственном процессе. На основании этих данных организовать прямую понятную оценку качества услуг KPI и без дополнительных затрат иметь возможность расширять перечень услуг, которые предоставляет медицинский центр, напрямую уведомлять об этом в свою клиентскую базу. При помощи программ лояльности привлечь клиентов в долгосрочные отношения в этом бизнесе. Ирина, руководитель с прогрессивными взглядами, ценит свое время, поэтому она достаточно быстро приняла решение и пришла к заключению о том, что наиболее высокие результаты и в оптимально короткие сроки она может получить, если доверит внедрение программы в руки специалистов. Поэтому был заключен контракт на профессиональное внедрение услуг через компанию РВС Бизнес. Для работы был выбран тариф ПРО с максимальным функционалом программы. Бонусная программа в медицинском центре имеет 4 уровня кэшбэка от 3 до 10%. Также были установлены приветственные 100 баллов, где 1 балл равен 1 рублю. Установлена благодарность за рекомендации по реферальной системе в размере 100 рублей и многоразовый бонус в размере 3% за каждую рекомендацию на первом уровне и по 1% за второй и третий уровень рекомендации. Предусмотрены подарки клиентам в размере 200 бонусов на день рождения. Длительность и жизнь бонусов установлена в течение года с момента последней покупки и бонусами можно было списать до 50% от суммы каждого чека. Для администраторов, которые осуществляют первый контакт с пациентами, а также принимают оплату от клиентов, было установлено вознаграждение в размере 0,5% с каждого чека, проведенного в сети, и скорректированное на количество новых клиентов, которые приводились при помощи работы администратора. Используя UDS в медицинском центре, которое началось в августе 2020 года, планово начиналась оцифровка клиентской базы, и за этот период удалось оцифровать 1704 клиента, и при этом уже совершили покупки и стали пациентами медицинского центра 94%. 46% на сегодняшний день пока еще не используют бонусную систему. Это означает, что баллы пациентам начисляются по номеру телефона, но пока не могут быть списаны. Благодаря этому сумма экономии на прямой скидке составила в медицинском центре порядка 203 тысяч рублей. Почти за год использования программы UDS позволил собрать огромный объем статистических данных. Я напомню, что вся статистика в системе собирается непрерывно и автоматически, и собранные данные, помимо прочего, позволяют установить и количество, и величину покупок каждого клиента. Хочу обратить ваше внимание, что в использовании 502 клиента в системе совершили от 2 до 10 покупок, и это 29,5% от всей клиентской базы. При этом постоянные клиенты совершили практически половину, принесли товарооборота в компанию, то есть 49,5%. В тот момент, как клиенты, которые совершили одну покупку в базе их 63%, то есть практически в 2 раза больше, принесли товарооборота всего 44%. Благодаря собранным данным стало очевидно, что особенное внимание работе нужно уделять именно постоянным клиентам, так как именно эта категория является ключевой формирование товарооборота компании. Такая частота покупок стала достигнута благодаря многим факторам, одним из которых, безусловно, является бонусная программа. Настройки программы в данной компании довольно щедрые, 17% распределяется на клиентскую базу. За весь период использования в компании было проведено 3045 транзакций, и при этом размер фактической скидки составил всего 2%. Я напомню, что один из основных запросов собственника до начала внедрения программы был сбор обратной связи у пациентов для определения качества обслуживания. И у руководителя нет ни времени, ни фактической возможности контролировать работу каждого специалиста и получать пожелания, информацию о клиентах, как они могли бы улучшить свой сервис, потому что именно высокий качественный уровень сервиса и обслуживания могут обеспечить дополнительные рекомендации клиентов в бизнес. За время работы UDS в программе было собрано 258 оценок, то есть каждый седьмой пациент фактически поделился собственником бизнеса своим честным мнением. Всего в оценках есть у нас, конечно, и четверки, даже было две двоечки, но остальные оценки – это пятерки максимальные. Благодаря этому мы видим, что отзывы, они действительные, честные. У руководителя всегда есть понимание, на что нужно обратить внимание, чтобы улучшить качество работы. И благодаря высокому качеству обслуживания в целом, это, конечно, пятерка – хорошая работа у персонала. Количество рекомендаций и уровень рекомендаций уже достиг трех уровней. На всех уровнях есть уже покупки. Общая конверсия в покупку составила 34%. Итак, подводя общие итоги, приведу ключевые цифры использования готового продукта UDS в медицинском центре, за все время работы удалось сэкономить на приобретение карт-ридера, использование пластиковых кад, отказавшись от собственного мобильного приложения, сэкономить на смс-рассылках, на рекламе, на прямой скидке, да, конечно, на выпуске и печати сертификата, всего 924 355 рублей. Одновременно в этот период, конечно, у медицинского центра были расходы на приобретение самого софта, услуг по внедрению, плюс два месяца было сопровождение, на бонусную программу, то есть те бонусы, которые в системе распределялись пациентам, вот, а на акции по электронным сертификатам, которые используются для активизации покупательской активности и на премии сотрудникам по результатам KPI, всего 420 968 рублей, но при этом компания получила дополнительный трафик за счет дополнительный поток денежных средств за счет трафика из платформы UDS, за счет потока поступлений от клиентов по рекомендациям выручка, по акциям с использованием электронных сертификатов, всего 279 130 рублей. Итого общий профит за год использования программы в небольшом медицинском центре составил 782 517 рублей. Конечно, это очень классный результат, но он возможен только благодаря заинтересованности и вовлеченности самого собственника во все этапы работы. Невозможно без участия собственника только силами внедренца организовать и наладить полностью качественную работу. Именно конструктивный диалог и непосредственное участие руководителя на всех этапах позволили подобрать оптимально подходящее решение непосредственно для медицинского центра Меркурий. Руководителям была проведена достаточно большая работа с сотрудниками, она разъяснила и важность, и необходимость изменений в бизнесе и применения цифровых инструментов. Проведена, конечно, огромная работа, но на этом она не заканчивается. Мы продолжаем поддерживать постоянный контакт с собственником. Ей даются рекомендации по улучшению сервиса. Настроен период дальнейшей плановой работы. Будет, конечно, осуществлена и продолжительность, продолжена работа и по оцифровке клиента в базе. Дополнительно будут использоваться массовые рассылки пуш-уведомлений для анонсирования акций новостей. И проводятся будут конкурсы и активности в социальных сетях. Ну и, конечно, пора уже использовать кросс-маркетинг с компаниями своего города. Я благодарю собственника компании, что разрешила поделиться своими результатами. Спасибо большое за совместную работу. И с удовольствием передаю слово руководителю медицинского центра Маленковой Ирине. Ирина, добрый день. Слышно? Здравствуйте. Слышно? Да. Ты одна из первых стала использовать UDS в своем городе. Скажи, пожалуйста, поделись своим опытом, не было ли тебе страшно? А я как раз увидела в этом преимущество, чтобы быть впереди. И могу сказать, что я очень долго искала инструменты для того, чтобы пациенты могли с выгодой для себя приобретать в нашем центре медицинские услуги. И при этом не обесценивать их и не носить ущерба, не ущемлять интересы бизнеса. Ну, согласитесь, мы все в бизнесе работаем для прибыли. С UDS у меня появилась такая возможность. Спасибо Ирине за то, что она напомнила, как много всего было сделано. И это было действительно время такой напряженной совместной работы. И благодаря тому, что команда внедрения со мной работала, с нашими сотрудниками, был достигнут очень хороший результат. Я благодарю команду внедренцев компании РВС Бизнес. Я на все свои вопросы оперативно получала ответы. С внедрением UDS для себя получила очень много плюсов. Теперь я могу делегировать часть моих функций и абсолютно не переживать за результаты качества работы. И самое интересное, на рекламу теперь я не трачу ни копейки. Все рассылки в системе бесплатные. Рекомендации совершаются руками пациентов. Согласитесь, что это самая эффективная реклама для любого бизнеса. Ну, в общем и в целом, я очень довольна и приобретением программы, и работаю с командой внедрения. Кстати, всем рекомендую. Ну, возможно, еще кто-то раздумывает, поможет ли UDS стать бизнесу успешнее. Вы знаете, однозначно поможет. Только надо ответственно подойти к этой работе и любить своих клиентов. Всех благодарю за внимание. Здесь добавлено. Пишите вопросы, готова ответить. Да, давайте, если есть вопросы в чате, можно их сейчас задать. А я от себя...